Долой металлолом с берегов Печоры. Департаментом природных ресурсов совместно с управлением Росприроднадзора по Ненинскому округу проведен осмотр береговой полосы в границах Наринмара и поселка Искателей и составлена карта источников загрязнения брошенных из затонувших плавсредств. Так, основная часть брошенок находится в районе административного здания рыбинспекции, неподалеку от морпорта в районе Качгарта и лесозавода. Когда надоевшие металлолом уберут с берегов родной реки, расскажет Елена Семенчева. Ситуация с бесхозными судами и баржами на берегах Печоры с каждым годом ухудшается и все больше волнует северян. В 2012 году специалистами мэрии обнаружено 20 таких судов. В 2015 департамент природных ресурсов, экологии и АПК зафиксировал уже 35 брошенных плавсредств. К настоящему времени их число выросло до 93. Основная часть этих объектов находится в районе административного здания рыбинспекции рядом с морпортом, озера Качгарт и базы лесозавода. У 30 брошенок удалось узнать собственников, 20 числятся бесхозными и более 40 объектов потеряли все конструктивные особенности, то есть признаны металлоломом и подлежат утилизации. В настоящий период в этом году нами проведены процедуры размещения заказов. Заключено два государственных контракта. В рамках указанных контрактов исполнители обязаны до октября месяца убрать, ликвидировать с береговой полосы и прибрежной акватории в границе города Наримара и поселка Искателей плавательные средства порядка 23 объектов. Чтобы убрать остальные 70 железяк, портящих и экологию, и внешний вид печоры, необходимо узнать владельца. Но зачастую бесхозные плавсредства не имеют ни бортового, ни регистрационного номера, не занесены ни в речной, ни в морской реестр, что очень затрудняет поиск. В течение двух лет, уверяют сотрудники департамента, с прибрежной территории реки должны исчезнуть еще 40 бесхозных судов. Сейчас департамент проводит работу по выявлению, по поиску собственников 19 плавательных средств. Кроме того, что брошенные судны являются источником постоянного поступления в воду продуктов коррозии и металлов, других вредных веществ и оказывают негативное воздействие на состояние водных экосистем, они также могут создать серьезные препятствия для судоходства. Вот эти суда, которые находятся в акватории морского порта Наримар, естественно, они мешают безопасности плавания и судоходства. Естественно, могут повлечь самые разнообразные происшествия, гибель людей и все остальные негативные последствия. Все мероприятия по очистке береговой полосы от металлолома и других загрязнений проводятся в рамках реализации государственной программы охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов. Итоги этого рейда будут использованы прокуратурой при принятии мер прокурорского реагирования.